Я полагаю, что региональная специфика, когда в Санкт-Петербурге может быть одна миграционная политика властей, в Москве другая, а в Хабаровске третья, это недопустимо. Я полагаю, что нам не нужно кроить лоскутное одеяло, нам нужно выработать единую национальную стратегию и ее придерживаться. Сегодня, к сожалению, таковая отсутствует. Этот вопрос многократно обсуждался. Мне очень нравится позиция по этому поводу, которую придерживается Константин Ромадановский. Другое дело, что не все замыкается на федеральную миграционную службу. Давайте понимать, что въезжают трудовые мигранты, ну, предположим, на китайской границе. И возможно, что в Сибири, как раз, где недоселение, где территория свободна фактически, нам выгодно там развивать коммерческие проекты, инфраструктурные проекты, строить жилье и так далее. А, скажем, в Москве, наоборот, перенасыщение малоквалифицированной рабочей силы нам невыгодно. И вот контролировать перемещение внутрироссийское, это верная проблема, и ею нужно заниматься. С другой стороны, давайте понимать, что ведь миграционная политика вытекает из наших ошибок формирования собственного кадрового потенциала. Казалось бы, что общего между мигрантами и российскими вузами? Но извините, когда мы в год выпускаем полмиллиона юристов, миллион экономистов, и они оказываются без работы, но зато каждый из них считает, что у него высшее образование, и он ни за что не будет класть кирпич или стоять у фрезерного станка, вот откуда появляются мигранты. Поэтому должна быть четкая, просчитанная государственная политика. Во-первых, мы должны готовить своих специалистов в тех областях, где они нужны, той квалификации, которая необходима, в тех объемах, которые мы заранее планируем. Продолжение следует...